В поселке Мирное святили храм во имя святой великомученицы Ирины. О долгожданном для верующих событии и о том, почему в честь именно этой святой назван храм, расскажет Ксения Грищенко. Купол белого храма в поселке Мирное хорошо виден издалека. Храм строили долго, поэтому день его освящения стал настоящим праздником для многих. Осветить обитель во имя святой Ирины завещал еще митрополит Прокол. Святая Ирина, как мы знаем, переводит мирное. И когда пришли прихожане и спрашивали, в честь кого назвать храм, какого святого, Владыка Прокол сказал, ну вот мирный и Ирина мирная. Ну пускай будет Ирина. Вот так и было установлено благословение. Чин великого освящения храма во имя святой великомученицы возглавил митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Ему сослужил епископ миликесский и чердаклинский Деодор. Я надеюсь, что и вы участвовали не только как зрители, но и молились о том, чтобы Господь услышал бы нас и действительно соделал бы этот храм и местом селения славы своей, местом, где человек, приходящий сюда, не просто увидит красивые росписи, иконостас, резьбу, иконикадила, но встретиться с самим Господом, встретиться в таинстве церковной. Во время чина великого освящения совершается утверждение престола нового храма. Затем престол и храм помазываются миром, стены окропляются святой водой. Совершается крестный ход с мощами святых, которые затем закладываются в основание престола. Икона с частицей мощей святой Ирины появилась в храме благодаря стараниям одной женщины, Галины Васильевой. Милость Божия, мы попали на Корфу с отцом Василием, предстоятелем храма. И попали в монастырь Касапитры к отцу Поликарпа, архимандритов Поликарпа, который был учеником поэсии Святогорца Афонского. И батюшка на службе, на литургии взмолился. Отче, вот хоть маленькую частицу мощей, может есть Ирина? Давайте послужим, потом на трапезу сходите. И потом нам выносят с алтаря после службы, после трапезы частицу мощей Ирины. Галину Васильеву удостоили ордена преподобного Гавриила Меликесского. Стараниями этой женщины и ее почившего супруга были решены многие вопросы по строительству храма. Теперь настоятели, прихожане планируют проведение работ по благоустройству при храмовой территории. Ксения Грищенко, Сергей Николаев, Юрий Конихин. Вести Ульяновск. Из Чердоклинского района.